С улыбкой на лице 89-летняя Нина Лычагина встречает дорогих гостей. В День пожилых людей в гости с подарками и поздравлениями к долгожительнице приехала Аким области. За праздничным столом Бейбута Тамкулов желает труженице тыла здоровья в ее почетном возрасте. Вспоминая долгую жизнь, труженица тыла вздыхает, говорит, пережить пришлось многое. Но, несмотря на это, пенсионерка не растеряла жизненный оптимизм и боевую хватку. Даже сейчас Нина Лычагина ведет активный образ жизни. Всегда надо быть постоянной зарядкой заниматься. Постоянно. Будь это кельген и кельген, уйду, что-то делаем, зарядкой занимаемся. И потом оптимизм. Очень важно, чтобы человек был всегда настроен. Вместе с Ниной Лычагиной глава области поздравила ветерана войны Сарсина Абдинурова. Уроженец Тюлькубасского района был призван в 1942 году в ряды Красной армии. Всю войну Аксакал воевал на Украинском фронте в составе 823-го стрелкового полка. Позже вернулся на родину. Был награжден юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне за проявление отваги и мужества. Спасибо большое за проявленное уважение и заботу. Нам очень приятно. Оказывать внимание социально уязвимым слоям населения необходимо, уверяет глава области. Так, около 8 тысяч пенсионеров в этом году получили путевки в дома отдыха. А более 10 тысяч ветеранов получили льготы на бесплатный проезд и оплату коммунальных услуг. Это праздник, дань нашей области общей признательности и уважения к людям старшего поколения, которые создали основу для нынешних успехов и на своем примере показали, как нужно трудиться во благо Отечества. Забота о пожилых людях – одна из тех опор, на которых строится не только крепкая семья, но и процветающее общество. За празднично накрытыми столами пожилые люди, которые не один год трудились на благо Родины. Помимо слов поздравлений от имени главы региона, каждый из 150 приглашенных получил специальный подарок. 22 пенсионера были награждены грамотами и памятными значками. Продолжение следует...